здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодня мы вяжем первые шарфики с нашего хит парада девчонки мой фаворит оставляю себе буду вязать буду носить значит первое что хочу сказать купила его 5 мотков вот этих вот ниток метраж 150 метров 50 граммах то есть 150 метров 100 граммах вяжу в два сложения у меня акрил как обычно ничего другого пока не могу найти вернее не попадаю никуда работа не дает вырваться поэтому вяжу из того что есть всего 5 мотков 4 мотка у меня уходит на шарфе на шарфе 1 моток на вот эти косы так начало вязания набрала я 42 петли кромочная 5 петель платочной вязки 2 лицевые 5 2 5 2 5 2 5 и кромочная так как мы вяжем первый ряд лицевые все очень просто девочки я пыталась этот видите я уже завязываю я вам покажу узор вы можете скорректировать вы можете взять потолще спицы у меня пятерочка и в два сложения нитки вяжу я свободно если хотите шире возьмите потолще спицы потолще нитки хотите уже возьмите потоньше все дело моя цель была первый ряд лицевыми я просто расскажу пока вижу первый ряд моя цель была вычислить этот узор я все не могла понять как он я пробовала пробовала но я думаю я вычислила по резерву потому что я вижу увидите девчонки посмотрите что она получится и сделаете свой вывод но думаю что я цели достигну ну я уже так вижу из того что я пробовала сейчас вы все увидите сами значит первый ряд у нас все лицевые петелечки вяжу свободно и ровно весь шарф на на ту длину которую вам нужно вот я так померила то что он на модели сфотографированы это одна вещь но нам это носить в такой форме его не будем в которой мы нашли фотографию поэтому я меряла так чтобы мне было хватило завернуть на шею как бы и вот эти косички чтобы висели вот поэтому длину и ширину я вам скажу потом измерим а вы уже смотрите по себе сам сам принцип я вам покажу а вы определитесь так изнаночный ряд кромочная 1 2 3 4 5 5 лицевых 2 изнаночные и опять 5 лицевых 2 изнаночных вот она изнаночных у нас видно это полоса которая тут у нас лицевая а лицевой ряд вяжется полностью лицевой то есть чередуются полосочки с платочной гладью таким вот образом вяжем до конца далее я вам скажу что мы будем делать и кромочная вот таким вот образом мы вяжем весь наш шарфик на нужную длину которую нам нужно которую вы сами себе измерите так мои хорошие связала я длина у меня получилось полтора метра ширина 35 сантиметров теперь самая фишка показываю что я вычислила провязываем эти 5 петель это уже последний ряд девчонки когда вы уже связали нужную вам длину провязываем 5 петель платочной глади снимаем со спицы эти две лицевые петли и вот так вот оставим просто вот это все дело и теперь вот эти две лицевые петли мы просто распускаем прям до конца берем и распускаем чтобы у нас получились вот такие вот ниточки до конца делаем вот такую вот штучку вот когда мы распустили эти две петелечки начинаем снизу дай бог чтобы вам было хорошо видно берем самый толстый крючок вот эти две последние так вот я как бы делаю просто перевернула и начинаем вязать крючком цепочку но из вот как бы если у вас в одно сложение не будет как бы из трех ниток такую толстую плотную косичку первая у нас будет тяжеловато потом она все будет отлично берем следующие три ниточки и провязываем тут тут надо следить чтобы все она хорошенечко захватилась раз два три и так до конца ряда вернее до конца шарфа косичка у нас тут свободненькая такая аккуратненькая красивенькая так чтобы вам поведнее было беру я три ниточки и провязываю вот видите какая она получается и вот так вот до самого крыльца мы вывязываем вот такую вот косу вот такая косичка получается когда она связывается сейчас я дохожу до конца хочу вам показать как мы завершим это дело так вот придерживая провязываю потому что соскакивает труд трудно следить за всеми ниточками так вот мы будем делать со всеми этими нашими полосочками лицевыми у меня тут четыре остается я провяжу три последнюю я вот одна ниточка остается и провязываю и одеваю на спицу одну бы оси было у меня две осталось одна но это неважно потому что тут у нас как бы потом увидим увидите вернее сейчас даже я ее провяжу чтобы она тут вписалась следующие пять петель провязываю до следующих как бы 2 2 снимаю и распускаю и делаю то же самое вот здесь вот так протянуть чтобы вот такая она эту процедуру мы делаем со всеми вот этими полосками их у нас пять штучек но все так таким образом обрабатываем вот я сделала все свои косички видите все пять рядов красиво очень выглядит я довольна вот они закончены все идентично как первую закрываю петли я наверно не буду сейчас показывать как я закрываю это вы закроете я вам покажу теперь итог наша коса смотрите сделала я такие бахраму такую нитку вот отрезала по одному метру примерно 90 сантиметров 91 метр ну примерно вот так вот так как у меня нитки в два сложения я вот так вот и делала в два сложения продевала крепила вот так вот по всей ширине вот они длинные тут вы уже можете сделать на свое усмотрение длиннее короче как вам заход какой длины косу вы хотите и это же количество тоже можете корректировать по ширине косы я вот так вот примерно заплетала в процессе и смотрела сколько я хочу какой толщины какой толщины последний я сейчас проделал заплетем косичку и посмотрим результат так видите теперь делим на три части примерно примерно а подождите тут у нас все четко делится по по два сектора два сектора два и два у нас шесть секторов отлично просто заплетаем косу обычную так как то тут стянуть надо так симпатичненько вот она моя коса хочу сказать что шарфом я очень довольна мне нравится я буду носить а с шапкой девчонки я еще не определилась еще я буду искать свою вот этот шарф то что я связала выложила мастер-классы померила что-то что-то не нравится посмотрим может еще какую найду свяжу так вот такая вот косичка тут я просто эту бахрому не надо как бы стараться сделать тут ровное наоборот когда оно будет такое всякое мне кажется будет лучше вот так вот если хотите так как там на фотографии там по моему короче сама коса но я решила так вот и ниткой просто перевяжу да и все с другой стороны сделаю то же самое покажу вам результат вот в принципе и все на самом деле очень просто все единственная заморочка это это косичка но тоже оно кажется что сложно на самом деле ничего сложного там нет вот видите чуть-чуть выровняю тут так все девчонки вот это все то же самое сделаю с другой стороны покажу вам целиком шарфик результат вот он мой готовый шарфик девчонки смотрите такие вот косички завязулечки думаю мы его повторили вяжите я довольна мне очень нравится буду носить этот буду носить однозначно вот а вы смотрите и делайте свой вывод а с вами была Вика из школы рукоделия всем пока пока